Колесников переписал отчет о поездке Путина в Беларусь. Вы знаете, я упал с кресла, я думаю, что происходит? Колесников вообще пишет все, что угодно, что ему в голову придет. Он там этого самого Лукашенко просто с грязью смешал. И его стоит смотреть. Вы меня не удивили тем, что сказали, что у этого самого Колесникова у него свой какой-то особый взгляд. Я, правда, боюсь, что его скоро закончится, у него этот особый взгляд. Потому что если он будет позволять себе и дальше такие вещи писать. Ну, действительно, на самом деле прошелся. Это интересная штука, потому что Путин вообще не любит никакие конференции, где много народу. Он любит ездить один на один, разговаривать, вот как там с Си Дин Пинем, там государственный визит, вот как с этим корейцем северным. Ну, даже во Вьетнам тоже ничего. Ну, вот оно в одиночку, ему хорошо. А когда много народу, он теряется. Потому что, ну, просто слишком много народа. И он такой маленький дедушка сидит где-то там на скамеечке. Вот в прошлом году были ужасные совершенно фотографии, где их там было человека 8. И он такой посерединке между здоровым мужиками. Это два года, это позапрошлое лето было, это в Самарканде. Да-да, в Самарканде это было. Вот, и поэтому он это... Плюс Си Дин Пинь же председатель в Косе в этом году. И, значит, получалось, что и Си Дин Пинь приехал по делу, потому что он принимает эстафету председательства. И Такаев был по делу, потому что он председательствует. А Путин приехал сбоку припеку. И получается, что, смотрите, Си Дин Пиня, Такаев приехал в аэропорт встретить. Там была торжественная встреча. Какие-то дети там по китайски пели, стишки рассказывали, потом общались с Си Дин Пиньем. Потом у них были двухсторонние переговоры. А потом начался вот этот бардак, когда приезжают там борты каждые 15 минут. И Такаев не встречал Путин, он попал премьер-министра. А кого-то там вообще встречали вице-премьеры. И, в принципе, Путин потерялся. У него там были вот эти пятиминутные встречи, как это обычно происходит на полях саммита. И действительно, Эрдоган его пытается все время заманить в эту самую Сурцию. А Путин боится сказать, что ты страна НАТО, я боюсь к тебе приехать, ты страна НАТО. Я вот сюда-то еще могу приехать? Вот, Беларусь, я еще могу приехать. К корейцам северным я могу приехать? А к тебе нет, ты страна НАТО. И потом у тебя там Глеб Пьяных сидит. Он же приедет, ведь он же там камеру свою достанет, начнет вопросы задавать какие-то неприятные. Вот, не поеду я в Турцию. Не хочет он ехать в Турцию. Глеб, вы его напугали. Кстати, друзья, к разговору о НАТО, Путин, судя по всему, хочет превратить в ШОС в некую альтернативную НАТО. И вопрос, насколько этому удастся. Если мы говорим про ШОС, то, разумеется, он там джуниор партнер, он абсолютно юниор партнер, там все младший партнер. Вы слышите меня, да, Сергей? Слышно? Да, да, да. Да, и заправляет всем, там, разумеется, Китай. И главенствующую роль сейчас в Центральной Азии, во всех станах, имеет, разумеется, сейчас Китай. Центральная Азия теряет позиции стремительно, но Россия сейчас привлекательна им, а они, станы России, потому что Казахстан, в том числе, помогает обходить санкции. Вот эта вся серая продукция, и это тоже небезопасная игра. Я переоткрою небольшой такой занавес, что я сам участвую уже некоторое время в проекте, где мы пытаемся с коллегами из Казахстана прикрыть эту лавочку. И сейчас, в частности, работаем и на вашингтонском направлении, и уже вводятся некоторые санкции. Кыргызстан, в первую очередь, сейчас Казахстан и так далее. Небезопасно их для Казахстана. Ну, а что касается ваших ощущений, насколько ШОС может стать альтернативой НАТО вообще? Насколько это заботит сейчас ребят, в Париже в том числе? Нет, ШОС не может стать НАТО. Это уже давно обсуждалась такая история. Путин пытался из него сделать НАТО. Ничего не получается. И вообще ШОС, в принципе, это вот почему туда люди стали с большим удовольствием включаться. Вот там Индия подключилась, там Пакистан подключился. Вот сейчас Беларусь подключили и так далее. Там наблюдатели какие-то есть, в том числе Саудская Аравия, Египет и так далее. Потому что эта организация ни о чем, на самом деле. То есть, вот ШОС, саммит ШОСа, это просто собрались люди, поговорили чего-то там полчаса, потом поели красиво, картинка красивая и все. И до свидания. Как Брикс, точно так же, как Брикс, я так понимаю, да? Та же самая история. Ну, тогда вопрос, а зачем туда приехал Си Цзиньпинь-то? Он что, хочет, так сказать, тем самым поддержать кого, так сказать, Путина, что ли, или нет? Нет, 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 нет. Си Цзиньпинь приехал завоевывать Центральную Азию. То есть, не завоевывать, а дозавоевывать. Центральная Азия уже вся китайская. Вся китайская. Си Цзиньпинь сказал в прошлом году, что он является гарантом суверенитета Казахстана. Первый визит его после ковида за границу был и после переизбрания в Казахстан. И он сказал это дело. И то, что вы сказали, да, действительно, у китайцев есть отношения со всей Центральной Азией. Для них соперником является даже не Россия теперь, а Турция. Вот Турция, которая говорит, вы говорите на всех наших турецких языках, и она пытается их тоже подключить под себя. И вот они делят эти страны из Центральной Азии. А Путин сбоку припеку. И вот на самом деле там, ну, конечно, Россия все равно остается значимым партнером. Но, допустим, для Казахстана 41 миллиард с китайцами, 30 с россиянами. Понимаете? И вот Путин говорил, а у нас там, мы там вот до 30 довели уже миллиардов. А такая всеит рядом и говорит, а с Китаем 41. Но он это не сказал, он подумал об этом. Вот и Китай просто приехал, во-первых, это шанхайская организация называется. Вот Путин, когда ее создавал в 2005 году, он хотел прикрепить к себе Китай. Он хотел, у Китая тогда были очень слабые геополитические позиции. У него была сильная экономика, ему не хватало влияния геополитического. И Путин ему продал этот проект. Он сказал, смотри, какая красивая штука. Столица будет в Пекине, называться будет шанхайская организация. Давай, слушай, включаемся туда-сюда. Китайцы тогда сказали, ну ладно, давай. И Путин считал, что он там будет хозяином, он будет задавать весь тон. А теперь-то все поменялось. Теперь там главный Китай. Я абсолютно согласен с Питером. И больше того, туда же теперь посоединилась еще Индия. А Индия такая же огромная страна. Ну, по экономике она там в два раза не меньше, чем Китай. Но она в четыре раза больше, чем Россия по экономике. А по населению она больше, чем Китай уже. И все, и Российская Федерация там, и Путин там теряется. И поэтому, на самом деле, пустая абсолютно скорлупа, но которая ни от кого ничего не требует. Красивые приемы, туда-сюда встретились. И каждый, на самом деле, говорит о своем. Китай, кстати, свою тематику проводит. Индия свою тематику проводит. Путин пытается из нее... Вот Путин был один-единственный человек, который из нее пытался сделать организацию коллективной безопасности вот этих всего азиатского региона. Все сказали, нет-нет-нет, вот нам это не нужно. Нам нужна только экономика. Ну, даже экономика. Вот если вы посчитаете прямые проекты внутри вот этой самой организации, это всего 19 миллиардов долларов в год. 19 миллиардов – это ничего вообще. Для Китая вообще возьмите огромную лупу, да, и, значит, и вот поищите в этих 18 триллионах китайских эти 19 миллиардов. Причем это 19, разделенные на все эти страны. На самом деле, это такая, ну, пустая скорлупа, но одновременно всем приятно встретиться. Я хочу показать вам видео парада у Лукашенко. Вот Лукашенко нашего приняли сегодня, а он тут на параде стал, надел форму и стал рассказывать о том, что его, значит, заставляют воевать. И при этом камеры явно с указания, так сказать, Лукашенцевской пресс-службой все время показывали Белоусова и Володина. Но я этих кадров не хочу видеть. Я хочу, так сказать, все-таки на параде. Люди хотят смотреть железо. Вот это, видите, эти осторожная радиоактивность. Искандеры сейчас вам. Но танки-то это лица 4. Это как бы напоминание о том, что танков больше нет. Все завязло в Украине. Ну и шахеды. Давайте посмотрим этот репортажик Нефты со звуком. Да, он очень маленький, коротенький. Так, это звонко. Нанести ядерный заряд. И заявили, что белорусские бронемашины лучше западных. Не обошлось и без российских танков Т-34. В Минске также почему-то представили иранский дрон-шахед как отечественную разработку Герань. ВПЛА способны нести боевую часть массой до 52 килограммов. Кроме того, у Лукашенко попытались напугать и побряцать Искандерами М, которые способны нести ядерный заряд. Ну вот, господа, не считая нужным здесь обсуждать, как Лукашенко пытается между струйками проскочить и надеяться кому-то понравится, явно это месседж для Запада, не будем. У нас мало времени осталось. Давайте все-таки нашу любимую Камалу, потому что все-таки Трамп Байден – это мирового значения явление. И вот посмотрим, как, значит, вывалилось сейчас видео, где Трамп на гольфе говорит о том, что теперь у них явно будет Камала. И все гадают, так сказать, это точно после дебатов, но еще, видимо, до того, как, по-моему, Нью-Йорк Таймс сообщила, что нет, нет, Байден сниматься не будет. Вот, так сказать, вот давайте посмотрим, как там, так сказать, Трамп в своем стиле говорит, что Камала прям очень большое зло, ну а Чайно абсолютное зло. Камала – жалкое. Слушай, Питер, там перевод правильный, он сказал «pathetic», «she is pathetic». На мой взгляд, она, ну, так сказать, эмоциональная, там какая-то истеричная, или это действительно точное значение «жалкое»? Нет, «pathetic» – это да, «pathos», 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 но это означает «жалкое». «pathetic» – это жалюгидное, в украинском «жалкое». Разумеется, тут Трамп идет ва-банк, он понимает, что это реальная абсолютно перспективная, и уже пытается ее таким образом нейтрализовать. Я думаю, что тут абсолютно простое, на самом деле, объяснение. Сергей, как вам? Мне очень понравились эти кадры, потому что, конечно, он ее показывает, что она такая страшная, но на самом деле он ее не боится, потому что он понимает, что у нее он выиграет легче, чем у Байдена, потому что у нее нет опыта. Вот как только она выйдет с ним на дебат, она… Ждем. Сейчас опять временная… Пока у нас отключ… А, есть, да? Все отлично. Звонки, да. Звонки, звонки мешают. Она же уже участвовала в избирательной кампании против, по-моему, в 2020 году, и у нее два штаба на западном и на восточном побережье противоречили друг другу. То есть, Камала уже продемонстрировала всему миру, что она очень плохой руководитель, даже если хороший прокурор. Да, но с другой стороны, вот он просто… Ну, понятно, что если ее выставят, я не думаю, кстати, что ее выставят, я думаю, что кого-то другого выставят. Вот, но если ее выставят, он скажет, ну у нее же никакого опыта нет, она вообще ничем не управляла. Вы же понимаете, что вице-президент – это вообще человек никто, ничего не знает, ни о чем. Она говорить не умеет, она вот такая-то и такая-сякая. Но посмотрите, он, значит, вот такой крутой парень, говорит, вот, ну вы ее представьте, там, в разговоре с Путиным, да, ну как они там будут разговаривать с Путиным? И это он говорит, сидя на тележке на гольфовом поле. С пузом вытянутым. Да. Значит, это он говорит на тележке, играя в гольф. Вот, на самом деле, у него тоже чего-то там, у него с советниками по коммуникации у него какая-то проблема, потому что любой советник по коммуникации ему сказал бы, если ты хочешь разговаривать про ядерное оружие, про Путина и так далее, то это не на гольфовом поле надо делать. Ты чего? Мужик, люди скажут, а ты-то куда едешь? Ты в гольф играешь? Мы тебя-то с Путиным тоже рядом не видим, потому что Путина… Сергей, Сергей, к сожалению, это не работает. В случае с Дональдом Трампом он делает, может, все, что хочет. Он обвинял Обаму в том, что он постоянно проводит на гольф-корт. После этого он провел рекордное количество дней в своем президентстве, играя в гольф. Помнишь, он приезжал на север Франции по поводу какого-то мероприятия, связанного с Первой мировой войной. Посещал там военное кладбище и в встрече от всех он приехал туда как раз на гольф-карте, что-то такое подобное. Все шли пешком, он приехал на этом самом. Это просто не работает. Вот он сказал, он задал тон всему своему президентству еще до 2016 года. Он сказал, что мои избиратели, стоит мне убить кого-то средь бела дня на 5-е веню, они все равно за меня проголосуют. Питер, по делам суди их, по делам суди их, человек был президентом 4 года, дел очень много. И вот смотри, сегодня утечка из Financial Times. Они рассказывают, что на саммите НАТО в 2018 году Трамп очень требовал от европейцев, чтобы они увеличили военные расходы. И мы сейчас понимаем, насколько Трамп был прав, да? Но окей, Financial Times еще рассказывает ситуацию, то, что было за кадром. Но давай сначала посмотрим то, что было в кадре, потому что Трамп это говорил публично, под камеры. И вот самое важное, что пишут в Financial Times. А за кадром действовали все президенты Франции, Чехии, все на свете пытались Трампа как бы не то чтобы урезонить, а смягчить его накал. И самым успешным в этом закулисном торге был Рютте, который тогда был премьером Нидерландов, а сейчас, буквально неделю назад, стал главой НАТО. Ну еще не стал, но уже назначен. Честно говоря, у меня даже возникло ощущение, что это какой-то хитрый пиар против Рютте, но не будем. Тут же я полез, так сказать, читать, кто такой Рютте. Выяснилось, что это тоже политикан, очень, так сказать, хитрый, циничный, который, как и Камала Харрис, сама себе противоречит. Да, да, Титар, конечно, кто бы, так сказать, сомневался. Вот, Рютте, видишь, как я угадал. Итак, Рютте сегодня, так сказать, и я подготовил про Рютте маленькую, так сказать, тоже видео, набрав отовсюду. В общем, Рютте умеет убалтывать так, что Трамп с этих переговоров НАТО ушел сияющий. И, как мы знаем, не добился реально увеличения военных бюджетов этого, так сказать, НАТО европейцев. Но, вот он, Рютте, нет, он смеется не над Трампом, это в другом месте, это он уже пожимает Байдена, а сейчас он поедет на велосипеде, потому что это, ну, такая европейская тема. Вот, смотрите, я простой парень, я, премьер-министр Нидерландов, разъезжаю на велосипеде, и там, смотри, фотограф бежит, у него падает. Хорошо, что не камера, просто перчатки. Вот такой вот товарищ Рютте, у которого прозвище Тефлоновый Марк, Тефлоновый переговор. Ни разу, кстати, ни разу не женатый бездетный. Его жена, это Голландия. Слушай, хрен их знает, а у Камал и Хайерс кто муж? Ну и так далее, ладно, это не будем, это Питер, не политкорректно. Не, я просто сказал, что он отдан своей стране, я как раз сказал, это как Нарендра Моди, так и сказал. А мы поняли твой месседж, дорогой мой Питер, вот тут ты прокололся, все, у тебя минус, твою партийную книжечку политкорректно. Абсолютно нет, абсолютно нет. Который против Трампа, оба, дырка тебе в правах, как раньше была, оба, да, получили. Сдался. Сергей? Я только скажу, друзья, поэтому на этот счет, да, Трамп таким способом, я сумасшедший, он выставляет ставки так высоко, что, да, вот Польша вообще 4% сейчас платит. Да, это приводит к определенным результатам, я просто надеюсь, что человек, который хорошо его знал, который с ним работал, с которым я тоже записывал как-то интервью, Джон Болтон, который написал впоследствии книгу, его советник о стране безопасности, он говорит сейчас прямым текстом, что Трамп, если он будет переизбран на второй срок, выведет Америку из НАТО. Я просто очень надеюсь, что он сам синильный и не знает, о чем он говорит. Джон Болтон. Сергей, как вы? Ну, про Рюта, вы знаете, Глеб, любого политика, если вы его найдете, если он успешный человек, они все такие. То есть для того, чтобы в Европе стать политиком, нужно, безусловно, улыбаться уметь, нужно, безусловно, говорить уметь, нужно, безусловно, ездить на велосипедах. У нас мэр Парижа тоже на велосипеде ездит целыми днями и с Макроном хочет даже искупаться в сене. Мы все ждем, когда, значит, не то, что они искупаются, когда они вылезут, потому что все смеются над этим делом. Жак Ширак в свое время говорил, что я искупаюсь в сене, но так и умер, не искупавшись ни разу. Так что, в принципе, вот такой портрет можно сделать про любого политика, который выиграл выборы где-нибудь. Потому что обязательно будет... Сергей, я прошу прощения, что перебиваю, совсем мало времени осталось, но просто то, что вы сейчас сказали, это идеальная подводка к следующему выступлению Марин Липен на митинге, где она будет говорить, что мы против идеологии ненависти, мы против пропаганды ненависти. И я буду, по-моему, даже она сейчас скажет, что я буду таких высылать, вот я подзабыл, там она по-французски будет говорить, вы нам разъясните. И после этого овации, и потом она еще подробно разъясняет. Это совсем не политкорректно, это совсем не так, как у всех политиков, но при этом ее партия на первом туре французских выборов, по-моему, вышла на первое место. И мы посмотрим, будет ли оглушительный результат и контрольный пакет в 289 депутатов буквально послезавтра на выборах. Но сначала Марин Липен. Ну вот, Сергей, правильно ли я понимаю, что Марин Липен говорит, что, в общем, законы есть, надо их, грубо говоря, применять? Ну, это правильно она говорит, и, кстати, она правильно говорит в этом смысле критика. Вы знаете, национальный фронт с точки зрения критики того, что он говорил, это на 95% абсолютная правда, что они говорят с точки зрения критики. К ним проблемы с точки зрения критики нету почти. Там остается 5% проблем, когда они реально там врут чего-нибудь или говорят какие-то жуткие совершенно вещи. Но они критиковать, они умеют. И вот Макрон, кстати, устроил эти выборы, если вы будете говорить, для чего он их устроил. Он устроил, в том числе и для того, чтобы, если они победят, чтобы доказать всей стране, прежде всего, самим этим самым ребятам из национального фронта, что они не умеют управлять страной. Что они не могут управлять. Критиковать легко. Сядьте в Матиньонский дворец, в премьерское кресло, и хотя бы годик посиди поуправлять страной. Борделя, которому 28 лет, красивый парень, белые зубы, все говорить умеет, никакого образования нет. Его научили, кстати, те люди, которые учили его говорить, они говорят, абсолютный идиот. Мы его там два года бились над ним, чтобы научить его говорить. Просто научили. Вот теперь он говорить умеет, но у него в голове все равно ничего нет. Пусто. И Макрон устроил эти выборы только для этого. А дальше мы посмотрим, победят, не победят, потому что пока ничего до конца не... Ну, по крайней мере, займ от российского банка в размере 9,5 миллионов партия Барри Люпен уже выплатила. Ну и за это спасибо. Друзья, я еще подготовил еще одно маленькое видео, где Джорджа Мелония, премьер Италии, ее буквально... Сергей, хотели сказать что-то? Значит, у нас сейчас будет видео, как Джорджа Мелония, премьер Италии, ее буквально тошнит от Макрона. И когда он подходит к ней здороваться, то она просто в ужасе, просто с омерзением, но улыбается так и быть, пусть поцелует ручку. И вот, на мой взгляд, Италия и Франция, обе страны с большими дефицитами бюджетов. Но вот Джорджа Мелония, девушка, так сказать, из простой семьи, управляет своей страной намного лучше, чем это делает Макрон. И поэтому, когда вы, Сергей, говорите, что все политики европейские одинаковы, что-то у меня такое большое-большое сомнение. Ладно. Отдельный разговор будет. Мне надо бежать на следующий эфир прямой. Поэтому я с вами, к сожалению, прощаюсь. Будет у нас возможность еще не раз поговорить на эту тему. Пока, ребята. Спасибо, Сергей. Спасибо. Спасибо. Питер, слушай, если мы должны тоже выключаться, давай выключаться. Если нет, то я бы один маленький месседж себе позволил. Вот смотри, судя по всему, ты голосуешь против Трампа. Но вот самая большая проблема человечества сейчас – это дыра в бюджете США. Эта дыра составляет 2 триллиона долларов, понимаешь? Это никого не впечатляет, всем плевать, все говорят, что напечатают сколько угодно. Ну, как напечатают, когда боятся инфляцию? Когда боятся повышения цен на бензоколонках в США? Ну, не напечатают, не могут. И не печатают. Весь этот год изо всех сил делают вот это вот тайтлинг, да? То есть сжимание... Глеб, я понимаю, о чем ты. Меня уже просто говорят сворачиваться. Я просто единственное скажу реплику, да, твою реплику. А при Трампе, собственно, этот долг, он перестал расти, как бы, понимаешь? То есть, увы, нет. Я не думаю, что Трамп может что-то коренным образом поменять в лучшую сторону, да? Везде в мире сейчас идет тенденция вот на рост инфляции и так далее. Я не знаю, как бы, в чем твоя позиция здесь. Можно спорить насчет того, какая должна быть Америка. Я подозреваю, что просто те, кто готовы голосовать за Трампа, они вообще готовы распрощаться с либеральной демократией, как такой. Мы же как таковой. Мы об этом с тобой уже говорили. Что касается инфляции, я просто уверен, что ничего в этом направлении Трамп не изменит. Что он сделает, это он срежет еще кучу налогов для миллиардеров и мультимиллионеров. Потому что американская партия всегда была в первую очередь за них. Продолжение следует...